В Рио главы республики Сергей Меликов посетил с рабочей поездкой северную часть региона. Он осмотрел несколько значимых объектов в Хасавюрте, в том числе текстильную фабрику. Сергей Меликов также провел выездное совещание в администрации города. Здесь глава республики отметил, что Хасавюрт ждут большие изменения. Какие расскажет наш корреспондент Кадыр Абдулазизов. Это первая рабочая поездка в Рио главы республики Сергея Меликова в Хасавюрт. Программа насыщенная. Он осмотрел физкультурно-оздоровительный комплекс города. На строительство объекта было выделено около 65 миллионов рублей и в скором времени он начнет свою работу. Затем в Рио главы региона отправился на текстильную фабрику города. В период пандемии предприятие нарастило темпы и стало выпускать медицинские халаты и средства индивидуальной защиты. Врачам очень трудно работать достаточно плотных тканей. И мы предоставляли им ткани с самым лучшим составом хлопка и с самым лучшим натуральным составом. Чтобы нашим врачам было очень удобно и легко работать. Сергей Меликова отметил, необходимо изучить рынок и поставить фабрику на конкурентоспособный уровень с другими на территории всего Кавказа и всей страны в целом и за рубежом. 100% нужно их поддерживать, однозначно их нужно поддерживать. Больше того, мне кажется, именно такое производство сегодня нужно развивать. Все-таки легкая промышленность сегодня в приоритете. Потому что на самом деле она первая, которая оказывает услуги населению в именно том спросе, который нужен. После в Рио главы республики посетил мемориальный комплекс «Холм героев». Здесь прошла церемония возложения цветов к троим памятникам. Медработникам, погибшим в борьбе с коронавирусом, воинам-интернационалистам и увеченного огня героям Великой Отечественной войны. Далее правительственная делегация направилась в Хасавюртовский универсальный рынок. Здесь Сергей Меликов пообщался с продавцами, поинтересовался созданными для работы условиями. На жалобы об отсутствии фабрик, заводов и нехватку рабочих мест для молодежи в Рио главы региона поделился планами о развитии города. В администрации Хасавюрта Сергей Меликов познакомился с работой Центра управления городом. Здесь в онлайн-режиме обрабатываются обращения к горожан и направляются в ответственные структуры для решения проблем. Здесь мы создали Центр управления городом, который будет объединять по всем каналам все жалобы и обращения к гражданам. У нас система выставлена так, что 6 каналов основных, по которым люди обращаются вообще, горячая линия, общественно-приемная, ватсап, социальные сети, обычная почта. Обращаются, все это стекает сюда. Отсюда мы передаем по направлениям. После в администрации города Сергей Меликов провел совещание. Главная тема – развитие Хасавюрта в ближайшие годы. Спорт, торговля, сельское хозяйство и другие направления. В рио-министр промышленности и торговли республики Низам Халила в свою очередь добавил, что в первую очередь необходимо провести глубокую аналитическую работу и выбрать, какое из предложенных направлений может дать толчок в развитии города. Нужно провести глубокую аналитическую работу. Первое. Это проблема на сегодняшний день не только в автосоюзе, но и в городе Махачкала, на территории рынка ЧКЗК или в территории второго рынка, где есть большое скопление людей. Также и в городе Дербенте, я думаю, тоже такая же проблема существует. Лично сам не присутствовал. Поэтому в первую очередь необходимо провести большую аналитическую работу. Сергей Меликов отметил, что все эти вопросы должны решаться комплексно и необходимо привлекать инвесторов. Одно из новшеств, которое может появиться в городе, это крупный торговый центр. Он будет расположен в городе у федеральной трассы. Это даст возможность пополнить бюджет Хасавюрта и разгрузить центральную часть города, считает руководитель региона. Дело за малым. Выбрать его местоположение и подготовить соответствующие документы. Сергей Меликов здесь же дал указание заняться этим вопросом. «Определить какое-то время, какую-то дату, выехать сюда, посмотреть эту площадку и дальше дать уже свою экспертную оценку по принадлежности этого участка и по возможности соответствующего оформления его для реализации инвестпроекта, по строительным вещам, вопросам, в том числе по реализации тех условий». Уже в конце этого месяца пройдет очередное совещание в правительстве республики. К этому времени уже должен быть разработан план для дальнейших действий по строительству крупного торгового центра Хасавюрта, заявил Сергей Меликов по окончании совещания. Кадраб Лазизов, Руслан Салихов, Рамазан Амаров. Время новостей. Хасавюрт.